Всем привет! Сегодня я хочу привлечь ваше внимание к довольно неблагодарной языковой теме. Почему? Во-первых, эта тема меня волнует. Во-вторых, недавнее новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского затронуло в том числе и эту болезненную тему. Кто я? Житель Франківська, який захищает свою людину мову? Анатіль Льни, Саклаган, Гурзуф, Мескини? Берег Сазілоку, Оки, Юрзі, Озоньонелвід? Или житель Краматорська, который говорит на родном языке? Той, кто вивчив украинскую, потому что нормально знать государственную мову, или тот, кто не хочет этого делать. Но в нашем паспорт не вказано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «Патриот», «Малороз», «Ватник» или «Бандерівець». Там написано «Громадянин Украин, який має права та обов'язки». О других говорить не буду, расскажу о себе. Я живу в Украине более 50 лет. Моя молодость прошла в советский период ее истории, а зрелость – в период независимости. Я родился в городской украинской семье, говорящей на русском языке. Ходил в русскоязычную школу, где всего два предмета излагали на украинском – украинский язык и украинскую литературу. Позже учился в техническом вузе, где ни один из предметов не излагался на украинском. Сначала работал в полностью русскоязычных коллективах двух конструкторских бюро. Вся техническая документация, естественно, велась на русском. Лишь 30 лет я начал осваивать журналистику на областном телевидении, где писать и озвучивать тексты мне пришлось на украинском. Было ли мне это трудно? И да, и нет. Да, потому что на первых порах приходилось плотно общаться со словарем, а нет, потому что журналистика была мне интересной. Далее я продолжал заниматься журналистикой в редакциях разных СМИ, писал на украинском языке, а с собеседниками разговаривал на том языке, на котором им было проще общаться. Но в быту я, конечно же, продолжал разговаривать по-русски, в кругу семьи и тогда, когда не выполнял журналистскую работу. Главное, я всегда думал и думаю на русском, лишь потому, что этот язык был первым, на котором я начал разговаривать. Ощущал ли я когда-либо непризн со стороны украиноговорящих выходцев сел? Явно непризнений никогда не было, но скрытая антипатия не очень явно, но все же иногда проявлялась. Могляв, мы справжние украинцы, а ты не справжник. На моей журналистской карьере это никак не сказалось. Но мою мать, которая писала неплохие стихи на обоих языках, и большую часть жизни посвятила популяризации украинской поэзии, прозы, народного творчества, в национальную спилку письменники в Украине так и не приняли. Скажу честно, не приняли украинские националисты, которые считают себя какими-то особыми людьми. Итак, я узкоговорящий коренной украинец. Так уж сложилась моя жизнь. Но неужели я меньше патриот, нежели тот украинец, который говорит только на украинском? Конечно же нет. Свою родину я люблю не меньше украиноговорящих. Свою журналистскую работу я посвятил укреплению украинской государственности, а также разрешению социальных проблем, мешающих простым людям счастливо жить. Агрессию России я осуждаю не менее рьяно, чем украинские националисты. Я никогда не совершал противоправных поступков и честно плачу налоги государственного бюджета. Неужели только из-за моей русской речи меня нужно меньше уважать или считать меня не совсем полноценным гражданином Украины? Хтось переконав нас, що наші відмінності мають значення. А раптом це не так. Уявіть собі, хіба нас мало що об'єднує? Бо цінуємо ми насправді інше. Ми однаково раділи, коли наші вийшли на Євро. Однаково посміхаємось, їдучи рівною дорогою. Однаково радіємо народженню первістка. І неважливо хлопчика чи дівчинки. Ми щасливі, якщо закохані хоч в Слав'янську, хоч в Дрогобичі. І хрести на могилах наших солдат, що в Тернополі, що в Кривому Розі, не змагаються в патріотизмі. Шановні шанувальники української мови. Мова не єдине, що нас об'єднує. Нас об'єднує спільна любов до рідної землі, де ми народилися і живемо. Об'єднує спільна ненависть до ворога, який заважає нам мирно жити. Об'єднує те, що ми разом з вами хочемо нарешті встановити в Україні нормальні закони, які б неухильно виконувались, незалежно від того, скільки заплатять суддям. І якщо ми з вами насправді любимо свою вітчизну, то давайте не будемо розбратим, нікчемними суперечками, надавати агресору привід для того, щоб він вручався у політику України, привід для чергових засігань на українські землі. Будьмо єдиними, згуртованими та чемними. Уважаємо людську гідність, щоб поважали і цінували нас. Усі гроші світу ніколи не заробиш, та й совість не проп'єш. Разом ми не поборна сила, а поодинці ми нічого не варті. На этом все, друзья. Подписуйтесь на мой канал, ставте лайки. Вітаю вас з Різдом Христовым. Далі буде.